Александр Андреевич, вы приехали сюда наблюдателям, большая группа наблюдателей приехала? Вчера мы приехали, проехали через пост, проехали через Снежное, видели как все здесь разрушено, действительно проходили военные действия. У нас приехала большая группа представителей депутатов Государственной Думы, политических партий. По поручению Зюганова Геннадия Андреевича была сформирована группа представителей Пумпартии. На самом деле хотели поехать, мне звонили, я руководитель этой группы, и мне звонили со всех регионов, хотели поучаствовать. В целях мы разговаривали с нашими донецкими товарищами, высказали пожелание, чтобы не расширять большой состав, но сделать его достаточно эффективно. У нас работает группа в Луганске, в Донецкой области, в Донецкой народной республике работают группы. Поэтому наша задача посмотреть своими глазами, как это выглядит, насколько процесс соответствует демократическим принципам, он уже видно сейчас, соответствует всем принципам. У нас чувствуется, будет большая явка, потому что люди устали от войны, выборы – это атрибут мирной жизни. Люди выражают надежду на мирную жизнь, уверенную жизнь. И надеюсь, что после сегодняшнего дня, если Донецкая республика состоялась де-факто, то завтра она будет состояться до юра. С нами приехали иностранные наблюдатели, приехали представители, с нами летели в самолете представители из Великобритании, Больши, Франции. Достаточно представительная группа. Поехали сейчас в Центральной избирательной комиссии, распределили кусты, где мы охватимся. Мы едем в Новоазовск, в Новосвет, и с нами едут тоже представители иностранных делегаций. И, кстати, из стран Прибалтики тоже присутствуют. Люди, которые были здесь, общались с ополченцами, с людьми, у них немного другое настроение, чем, собственно, у властей Евросоюза. Они не хотят замечать, не хотят видеть, не хотят признавать очевидное. Спасибо. Александр Ильич, если Вы будете фиксировать нарушения, вот какая судьба будет этих знаний? Во-первых, мы посмотрим, у нас есть определенные участки, которые мы посетим. Если будут зафиксированы нарушения, мы в соответствии с законом будем фиксировать, отмечать. Но я не уверен, что будут нарушения с точки зрения, как мы привыкли у нас в России происходит нарушение. Здесь немного другое. Здесь могут быть вполне возможны провокации. Провокации с точки зрения срыва выборов, попыток, в том числе и всяких диверсионных групп, которые, как нам предупредили, могут находиться здесь. Поэтому надежда, что все-таки обойдется без этого, и выборы пройдут уверенно и хорошо. Продолжение следует...